Продолжается наша увлекательная льговская охотничья одиссея. Уже состоялась драматическая загонная охота на косуль. Мы сделали несколько кабанек и сулинных загонов, почти отчаялись и уже не верили в успех. Но Владимиру Воробьеву удалось-таки в шестом загоне подстрелить крупного теленка косули. А сегодня с утра мы вновь отправились осматривать местные достопримечательности. Еще мои друзья мне очень рекомендовали заглянуть в усадьбу Марина. Поговаривают, что этот дворцово-парковый ансамбль не хуже распиаренных французских замков. Ну а французские замки я повидал. Думаю, что стоит заглянуть и в Марина. Так и оказалось. Словно шато на реке Луаре, усадьба расположилась на берегу рукотворного пруда из речки Избитца. Я вам скажу, я был поражен красотой и изяществом комплекса. Великолепные здания в имперском стиле, ухоженный парк, роскошные интерьеры. Все это напоминает, ну если не французские дворцы, так питерские дворцово-парковые ансамбли напоминают уж точно. Я абсолютно уверен, что мы должны гордиться вот такими памятниками. И одним глазком хочу заглянуть внутрь этой красоты. Обратите внимание, идут две лестницы. Одна налево, другая направо. Вам возникает вопрос, почему две лестницы, да, и потом замыкаются вот там. Значит, раньше у женщин были платья такие. Естественно, кавалер, когда сопровождал, уже обязан сопровождать по лестнице женщину, он должен был, он наступал нечаянно на платье. Естественно, вы понимаете, что происходило. Поэтому было две лестницы, где кавалер уходил налево, откуда появилось название «налево». Вот. И, естественно, барашня свободно по лестнице, держа свое платье, уходила направо. Там они, естественно, встречались. И... С тех самых пор женщины ходили направо, а мужчины налево. Для того, чтобы максимально насытить светом вот этот зал, в котором нет, обратите внимание, ни окон, ничего, отличная акустика. Поскольку раньше электроэнергии не было, и в основном пользовались свечами, это, естественно, затратно было. Люстра весит более тонны. Ее опускать и поднимать часто было проблематично. То есть крестьяне опускали ее, зажигали свечи, поднимали, но это вечером. Ну а так, пока солнце светило, этот купол улавливал любой свет. И вы обратите внимание, нет ни одного окна, а практически все, все, что в этой комнате находится, все освещено правильно. Мы еще немножко побродили по дворцу, буквально затаив дыхание. Как же здесь все красиво. Однако уже снова на охоту. Так, здравствуйте, господа, охотники. Сергей. Сергей. Николай. Очень приятно. Сергей. Очень приятно. А это у нас кто? Это у нас Рой. Ну-ка, дай лапу тоже. Дай лапу тоже мне. Ой, ты мой хороший. Будешь помогать нам сегодня, да? Обязательно. Так, ребят, ну какие у нас планы? Что мы сейчас делаем? Ну, сейчас едем попробовать вычислить куропатку. Александр сказал, что у него есть тая куропаток. Я думаю, Рой нам поможет в этом деле. Это шикарно было бы вообще. Посмотрим работу легавой. Не для того, чтобы застрелить побольше, а чтобы посмотреть, есть ли у нас там птицы или нет. Посмотреть, есть ли у нас природа в Ольговском районе. И посмотрим, как работает собачка. Это будет самое интересное. Ну, поехали тогда. Давайте будем. Все, тогда мы за вами следуем. Следуйте. И сине-черное небо предвещало грозу. Также дул порывистый ветер. А это может сильно помешать работе собаки. Лучше, когда дует легкий постоянный ветерок. Тогда достаточно только правильно пустить собаку, и она отработает по куропатке или перепилу. Так, так, приехали. Ну что, а нас здесь уже ждет, я смотрю, Александр. Да? Да. Коль. Александр, это местный знаток дичи. Ну и замечательно. Это то, что нам нужно. Да, он знает все. Пойдем сейчас знакомиться. Александр, Сергей. Николай. Ну что, Александр, что мы сейчас делаем? Короче, у нас какие планы? Ну, охота на куропатку. Все, тогда мы готовимся. У нас сейчас главный герой собака будет, я так понимаю, да? Да. Все, пошли, тогда собираем ружья. И пошли уже все, потому что время. Все, собираем. Вот он, молодец, пришел на охоту. Все, все, все. Так, нет, вошенники-то пока оставаться. Вошенник-то если на утку пойдем, я с тебя сниму. Собака, вот. Сидеть, маленький. Хорошо, сейчас будем работать с тобой. Сейчас будем работать, будешь искать куропатку. Так, с тобой будешь искать куропатку. Куропатку, да, вот и там. Сережа, и ты твои ружья убери в зеленом цифре. Просто вытаскивай его вообще. Там, смотри, там, заряжайся. Очень в мире мой патронтаж. Так. Вот такое экспедиционное ружье. Когда куда-то едешь, и необходимо универсальное оружие, это, конечно, тройник. Можно и с гладкого стрелять, можно и по зверю, и можно в крайнем случае по птице. Хотя по птице с таким ружьем хуже, чем просто с гладкостволкой. Ну, тоже можно. Так. Так, вот она, красавица. Только погладь его, только погладь. И сразу, конечно, гладьте меня, да. Ты хитрый. Ну, вот, собственно говоря, мы готовы уже, да? Сейчас вот Коля скажет там, какие у нас планы. Как будем делать? Значит, работает собака. Собака работает впереди меня. Я работаю с собакой. Вы идете метрах в трех-четырех от меня. То есть я буду делать челнок, собака будет делать челнок. Вы идете сзади меня, готовитесь. Как только собака делает стойку, я подхожу к собаке, вы подходите все ко мне. Вот. Говорю, приготовиться. Пускай собака выгоняет куропатку, вы ее стреляете. Все понял, ясно, предельно ясно. Ну что? Просьба, без стойки не стрелять. Если вдруг спороли куропатку, без стойки не стрелять. Хорошо, не будем. Будем ждать, когда она сядет, найдем ее в стойке. Конечно, лучше, лучше. Да, 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 да. Сейчас ветер очень сильный, чуть-чуть у собаки сбивается. Собака может причуять ее где-то в стороне, где-то вот так вот. То есть может спугнуть и вспороть охотник. То есть условия очень тяжелые для работы собаки на сегодняшний день. Ну, я надеюсь, что опыт нашего Роя... Хитрый, хитрый, хитрого. Вот, зрители идут сзади охотников. Все. С метров трех-четырех, так, чтобы не мешать. Охотники готовы, пошли. Пошли. Можно идти, да? Вперед. Все, давай, Рой. Давай, Рой. Драатхар – очень удобный универсальный охотничий легавый. Правильно поставленная собака может отлично работать не только по перу, но и по зверю, по кровяному следу. Здесь, в льговских угодьях, есть где разгуляться с легавой. В полях достаточно дупеля, бекаса, куропатки, перепела. Был бы только фарт. Ведь добыча из-под собаки маленькой куропатки может доставить охотнику радости не меньше, чем удачный выстрел по сякачу в загоне. Вперед, вперед. Хорошо, хорошо. Вперед. Хорошо, молодец. Поле большое. Мы проследуем науку. Мы все это поле проследуем, потому что тоже сразу найти эти жунгу. Ищи, ищи, вперед. Хорошо, нюхай, нюхай вперед. Хорошо. Хорошо. Порывистый ветер постоянно меняет направление. Хорошо, хорошо. И здорово портит нам охоту. Запах птицы гуляет. Сама она крепко затаивается. Рой усердно работает, обыскивая перспективные местечки. А мы следуем за ним, внимательно следя за работой собаки. Вдруг потянет и встанет в стойку. Давай тогда вот здесь пройдемся. Они могут здесь, бурене сидеть. Рой, вперед. Хорошо, нюхай, нюхай, хорошо. Давай, давай. Что пока нету, да, Ройка? На ту сторону сходим. Ну хорошо, пойдем. Так, пошли. Здесь нету куропатки. Пошел бы ее в плечу. Вперед, вперед. Ищи. Хорошо, ищи, ищи. Ищи. Хорошо, униска. Хорошо, хорошо, хорошо. Ищи, ищи, Ройка. Ищи. 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 Ройчик, Ройка. Кстати сказать, что значит немецкая жесткошерстная легавая? Вы видите, по каким кущерям он бегал? Ага. И сколько был орепьев? Посмотрите, сколько на нас орепьев. Ну-ка на мне, да. И то, что у него жесткая шерсть, на нем практически ничего нет. Ну да, да, да. Хотя, говорят, курсхары не цепляют. Курсхары тоже цепляют. Но не так. Ну а я соски резала, когда бегал. А у этого жесткая шерсть. И на сосках тоже, и на животе, в принципе, там есть шерсть. То есть, это собака более универсальна. Понабрали. Вот столько красоты понабрали. Да, он убирается. Давай, иди ищи. Ищи, ищи. Рой, Рой. Туда иди. Хорошо, нюхай, нюхай, хорошо. Ищи. Хорошо. Здесь иди еще. Рой. Здесь ищи. Там еще, вперед. Вперед, вперед. Там тоже что-то может быть, кстати. Вон. Он может и... Сейчас, сейчас, подождем. Пускай поедет. Он сейчас ловит ветер, потому что мы идем совершенно неправильно. Мы идем по ветру. Мы идем по ветру, ветер нам в спину. Поэтому собака сама ловит ветер, так как она достаточно опытная собака. Вот. Он сам поймает и сам найдет. Если что найдет, то мы все увидим. Сейчас ветер сильный достаточно. Причуивает он на дальнем расстоянии. Вот. Поэтому здесь он их не пропустит. Никак. Давай, давай, нюхай. Сейчас он и на Бикассо в стойку встанет, в принципе. Ветер очень сильный. Сбивает запах. У Бикассо запах... Он просто в сторону бьет. Ну-ка, ну-ка, нюхай, нюхай. Хорошо нюхай. Хорошо, ищи, ищи, ищи здесь. Ну, понятно. Здесь они сидели. Здесь они сидели. Ну, понятно. Откуда зайди. Да, пока все без толку. Рой пару раз тянул. Но, вероятно, по переместившейся уже птице. Бродя по угодьям, мы вспугнули пару шумовых Бикассо. И это пока все. Нюхай, нюхай. Хорошо, вперед. Хорошо, молодец. Хорошо, ищи. Здесь могут быть и утки. Что, что ты говоришь? Чтобы туда не улететь бы, по этой дамбе. Не, да ну ты что. Сделали трассу. Хорошо, молодец. Хорошо, молодец. Иди сюда. Иди здесь поищи. Рой. Ветер усилился, что еще больше осложнило работу собаки. Но мы не теряем надежды. Рой еще не устал. А мы верим в успех. Хорошо, хорошо. Ищи, ищи. Вперед. Как владелец не таком уж и далеком прошлом краткошерстной легавой собаки, или иначе говоря, Курцхара, позволю высказать исключительно свое мнение. Стиль работы и охотничьи использования Курцхара и Драдхара очень похожи. Но жесткошерстная немецкая легавая имеет одно несомненное преимущество. А именно, эту самую шерсть, которая позволяет собаке работать в более жестких погодных условиях. В густых зарослях, траве и осуке. Пойдем там, проверь. Там может сидя так. Пойди, пойди. Пойди, вон туда, туда, туда. Давай, вперед. Все может быть. Хрен пролезет. Пойди, вон туда, 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 туда. Все, пойдем. Пойдем дальше. Давай, Рой, иди, иди вперед. Мы отмахали километров, наверное, уже 10. А собака раза в три более. Но пока все еще без добычи. Так всегда бывает. Еще вчера то тут, то там егерь натыкался на топунки куропаток и стайки перепелов. А сейчас пусто. Вероятно, виной всему погода. Ох уж эта погода. Зато есть на что свалить в случае неудачи. Они могут вообще у дороги сидеть. У дороги могут. Я уже постоянно у дороги их поднимал. А это овечка стоит? Да. Постепенно вечереет. Рой все бегает и ищет. Неужели мы так и останемся без добычи? Вот стремительно темнеет. С последними лучами заходящего солнца мы все-таки пытаемся, не теряем надежду найти, отыскать куропаток. Несмотря на прекрасную работу собаки и на очень хорошее угодие, нам пока это не удалось. Но тем не менее надежды не теряем. Очень похолодало, кстати. За буквально несколько часов. Конечно, здесь очень хорошая ложбинка. Здесь может таиться птица. Так, и так. Вот так вот растет гречика. Вот она. Несец еще не убрана. Ей ждет времени быть убранной. Ждут, когда немножко подморозит. Тогда ее легче убирать. У нас тут еще осталась еще одна надежда. Вот по веренним коле здесь на этом поле было много перепела. Ну и куропатка здесь есть. Поэтому я надеюсь, что все-таки мы найдем дичь. Пока еще у нас есть время. Полчаса буквально в запасе. Пошли. Давай, ищи, ищи. Ищи хороший, Ро. Ищи. Молодец он все так правильно делает. Грамотно. Смотри, как ровно. Что-то причуял, да? Что-то причуял? Очень заинтересованно бегает. Пошли. Пошли. Вперед. Есть. О, молодец. Молодец, Рой. Молодец. Дай. Дай. О, добыча. Ну, как тебе впечатление, скажи? Долгожелая добыча. Мы очень долго ее искали. Ну да. Вот единственный перепел нам достался. Ну, ты знаешь, Сереж, прекрасный был выстрел, я видел. Ты, кстати, достаточно очень близко стрелял. Я боялся, что ты разобьешь. Потому что ты попал, мне кажется, очень кучно. Молодец. Отличный выстрел. В самом процессе. В самом процессе. Ты понимаешь, что у нас был целый день охоты, и он все-таки результативный оказался. Да, результативный. И сейчас мы, наверное, по вашему рецепту приготовим его, потому что дичь не должна быть. Не должна пропадать. Доведи она до ума. С Полем предложили. С Полем, с Полем. Молодчина. Ты спас просто нас. Молодец. И огромное спасибо Коле за прекрасную работу Роя. Потому что Рой работал очень хорошо. Если бы не было этой собаки. Если бы не было этой замечательной собаки, то охота бы не состоялась. Ну как его здесь найдешь, да? И куда вся птица подевала, скажи. Слетела. Руновато в этом году. Как-то непонятно об этом году. Здесь должно быть и куропатки, и перья, и море. Ну вот куда-то. Может быть погодный условие. Ну может быть, да. Может быть еще что-то. Может быть где-то заныкалось. Кустарники. Кустарник собак идти искать. Возможно, но это нужно пейшер. Для того, чтобы потом найти собаку. Ну и конечно, чтобы надо. А то будет до следующего года стоять. Ну да. И будет скелет. Огромное спасибо. Была прекрасная охота. И огромное спасибо и Коле. Огромное спасибо Сереже за то, что он не подвел в последний момент и сделал быстро, удачно, хорошее. Огромное спасибо за компанию. Спасибо за охоту. Спасибо Николаю за прекрасную работу его собаки. И всем удачи на охоте. Благодарю вас, ребят, за охоту. Погода была очень плохая, нелетная, короче, тяжелая, сырая. Но все равно спасибо за дисциплину, что вели себя хорошо. Все без разных происшествий. Удачи вам. А мы в свою очередь благодарим тебя, Александр, за отличную организацию охоты. Погода не подвела все равно. Все равно каждый, по-моему, удовлетворил свое желание. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо огромное. Вам тоже спасибо.